Калории — это не базово. Базово — это белки, жиры, углеводы и то качество продукта, которое поступает в наш организм. Господи, неужели это произошло? Давай жрать! Давай ещё! То есть 12-часовой перерыв — это нормально абсолютно для каждого человека, но сейчас это так раздуто. Я на интервальном голодании! Ну, серьёзно. Насколько ты крэйзи, да? Так я вот не спрашиваю. Любой алкоголь — это сахар, а водка — это глютен. Не надо лакать этот кофе, блин, целый день. А вот я пропил курс поливитаминов, очень классных, и стоят они там 5000 рублей. Купите, пожалуйста. Всем привет! Добро пожаловать в подкаст «Что-то новое». Привет! Меня зовут Сергей Басов, у меня новый гость. Представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Виктория. Виктория, чем ты занимаешься? Я занимаюсь нутрициологией. Два года практикую. Считаю, что это моё предназначение — помогать людям посредством корректировки их питания и здоровья. Так, нутрициология, расскажи простыми словами. Если очень просто, то это наука о питании. Не жрать? Ну, нет. Наоборот, жрать. Направильно. Базовые какие-то, что узнали? А, давай с самого начала, как ты к этому пришла? Ну, это ж нужно было как-то, типа, ага, я буду вот это делать. Ну да, ну вообще изначально всё началось с того, что высшее образование я получала как раз-таки в сфере продуктов питания. То есть пошла учиться на технолога, инженера-технолога продуктов питания, потому что мне была вся интересна эта тема еды, как это всё происходит, внутренняя кухня, рестораны, как это устроено. Отучилась. Ну, естественно, потом уже начались такие моменты бытовые, да, то есть это семья, дети, беременности, потолстение, похудение. Куча всякой непонятной информации, которую ты пытаешься на себе применить, но понимаешь, что что-то происходит не так. И вот как раз-таки чисто случайно вот тыкала, тыкала, тыкала и натыкала, да, ну то есть искала как бы какие-то вот курсы развития, как можно развиваться, например, вообще в питании. А ты что-то новое хотела узнать, да? Да, именно в питании. Потому что изначально я интересовалась этим, да, этим, потому что пошла учиться на это. И уже вот говорю, что в процессе как бы жизни тоже этим интересовалась. То есть по большому счёту моя семья всегда питалась правильно. Были такие, скажем так, базовые, да, предрасположения к этому, но хотелось именно углубиться в эту тему. Вот, и начала вот так вот искать курсы, что есть, где учат, где этому обучают. И так пришла к нутрициологии. Конечно, сначала я столкнулась с тем, что первое моё обучение было, конечно же, наверное, все, кто в теме знает, школу диетологов, где учат там считать калории, всякий такой бред. Но слава богу, меня это быстро как бы отпустило, обошло страной, и я пошла вглубь. Да не все, я не поверю в это, нет. Нет? Нет. Ну, в общем, считать калории не надо. Ну, да нет в этом смысла как такового, лучше следить за... Сейчас мир целый рухнул. У тебя? Ну, вообще, у меня нет, я ем всё подряд. А, ну всё чудесно, да. Поэтому, в общем, ну, это базово, мне кажется, калории там с утра до вечера. Калории — это не базово. Базово — это белки, жиры, углеводы и то качество продукта, которое поступает в наш организм. Потому что в нашем теле, да и вообще в любом живом теле, нет ни одного рецептора, который реагирует на калорию. Наш организм не знает, что такое калории. КФС полезен? Кто? КФС. А, конечно! Сейчас закрываемся, расходимся, я свою познала. Ну, конечно же, нет. Конечно же, нет. Вот. Ни чуть-чуть, ни дозировано, ни раз в месяц — это не полезно. Здоровое питание. Ты говоришь, здоровое питание. Что значит здоровое? Полноценное питание. Ну, что хорошо, как это? Полноценное питание — это когда мы получаем необходимые базовые элементы. Что есть, что не есть? Как ты ешь? Как вы дома едите? А вот это вот... Пельмени там, да? Нет, ну, бывает, конечно, и такое, почему нет домашних пельменей из хорошего мяса, да, там, из хорошей, там, какой-нибудь цельнозерновой муки. Почему бы и нет? Это прекрасно и чудесно. Да никто такие не ест. Да, едят, да, это всё культура питания. То, как вы у себя дома это строите, то так это и происходит, то есть всё же начинается от нас, вот и всё. Например, вот у меня у сына скоро день рождения, ему 8 лет, он прекрасно знает, где есть глютен, где нет глютена, допустим, что можно, что нельзя, но это не означает, что он не выходит на улицу, не покупает себе чипсы в магазине, понимаете? Да, всё нормально, но, тем не менее, он уже об этом знает и может как бы для себя, да, идентифицировать продукты, которые хорошие, которые нехорошие, вот, то есть, поэтому так едят люди, всё нормально. Я когда не читал обёртки, было легче жить, потому что ты такой покупаешь, поел половину, почитал, расстроился, такой, блин, что делать? Как, допустим, базовое, правильное питание? Что это? Завтрак? Сколько надо раз в день есть? Всё зависит от состояния организма, здоровый ты человек или не здоровый, то есть здоровому человеку 3 раза в день достаточно, без каких-либо перекусов, кусочничества, это окей. Если есть какие-то, допустим, расстройства желудочно-кишечного тракта, гастроэнтерологические истории, то дробное питание 5-6 раз в день допустимо. Для здорового человека это не имеет никакого смысла. Два раза нормально кушать? Да. Ну, типа утром, вечером? Да. Да. Очень хорошо. Один раз? Один раз, нет, один раз всё равно организм будет, конечно, чувствовать голод. Что ещё вот в базовом, да, таком полноценном питании, на чём мы основываемся? Мы в первую очередь учимся слушать себя, да, и чувствовать свой организм. То есть если мы ходим голодные, если уже где-то там подсасывают, то нужно есть. Не ориентироваться на часы, там, ой, ещё два с половиной часа не прошло или три, значит, я не буду есть. Но это тоже бред, да, то есть все мы разные, какие-то разные случаются ситуации, там, стрессовые, что... Экстренно нужно поесть. Да, потому что гормоны подключаются, расходуются, биохимия активно работает, и, естественно, мы нуждаемся в подпитке, в топливе, и поэтому нужно есть, когда мы чувствуем голод, вот. Интервальное голодание, значит? Очень много всего, есть плюсы, есть минусы, и здесь в первую очередь тоже нужно основываться на индивидуальном подходе, да, то есть то, как ты это чувствуешь, и для чего тебе это нужно. Но, по большому счёту, у каждого человека есть интервальное голодание, это когда мы спим, да, то есть двенадцатичасовой перерыв, это нормально абсолютно для каждого человека, но сейчас это так раздуто, что я на интервальном голодании, ну, серьёзно, ну, как бы... Проще, проще надо быть, да? Конечно, да, то есть... Это другой ещё, знаешь, сразу вопрос. Я чем меньше ем, тем меньше хочу. То есть как я только... То есть у меня был период, я прям кушал, ну, можно сказать, два раза в день, один раз в день, понемножку, и больше не хотелось. И, типа, иногда я забывал поесть, и такой, я прям долгое время, ну, типа, ты не хочешь есть, и ты себя отлично чувствуешь. И как ты начинаешь есть, ты начинаешь хотеть больше есть, то есть голод, вот это чувство голода, ну, то есть либо у меня его вообще не было, когда я там перекусил, но я знаю, что мне надо покушать, я спокойно чуть-чуть поел, и не хочется, много не лезет. И наоборот, чем больше ты начинаешь есть, тем такой организм... Давай ещё, ну, то есть вот это чувство голода возвращается, тебе потребность постоянно какая-то. Ну, может быть, вот как раз-таки ты сам отвечаешь себе на вопрос, что в этом и заключается проблема, что когда ты не кормишь свой организм, да, ты, например, занят делами, ты забываешь поесть, то есть твой мозг занят абсолютно другим, да, каким-то там решением проблемы, вырабатывает гормоны, которые связаны с другой деятельностью, и у тебя не посылается импульс, да, до желудка, что он голоден, там, чувство аппетита, не выделяются желчные соки, слюны и железы и так далее, всё спит, да. Но когда ты начинаешь есть, твой организм понимает, господи, неужели это произошло, давай жрать, давай ещё, давай ещё, потому что ему нужно запасаться, конечно, он же знает, что ты вот так вот можешь с ним поступить, и в какой-то период он опять окажется в стрессе, то есть ему нужно запасаться, и поэтому, когда ты начинаешь есть, естественно, что организм говорит тебе, давай ещё, давай ещё. Вот поэтому очень важно соблюдать режим приёмов пищи, да, то есть, например, завтрак, обед, ужин в примерно одинаковое время для того, чтобы организм был уже готов к еде, то есть, чтобы у тебя как раз-таки не случалось вот каких-то внезапных импульсов, да, там, или резких проявлений аппетита, или наоборот, какого-то там чувства сильного обострения голода, что желудок болит, потому что твой организм будет знать, что примерно в это время он меня покормит, да, и всё будет окей, и не нужно нервничать, да. Когда желудочно-кишечный тракт подготавливается, он выделяет все необходимые соки, то есть всё прекрасно, всё готово, всё работает. Ты красиво об этом говоришь, я там изучал, там не так красиво, не так, такой кошмар. Да, потому что я это люблю. А, да, ну всё, да, да, там такая каша, всё это кишит. Поэтому очень важно, чтобы вот соблюдался режим приёмов пищи. Почему люди жирные? Ну, очень много проблем. Нет, если мы болезни убираем? Почему я жирный был? Ну, смотри, жирный — это уже следствие, должна быть какая-то причина. То есть что может быть первостепенно? Например, инсулинорезистентность, да, это когда человек, например, много ест, особенно углеводной пищи, которая в любом случае распадается до глюкозы, которую наш организм воспринимает как сахар, выделяется много инсулина, потом происходят необратимые процессы, это всё рушится, и, естественно, жирочек прячется, прячется, прячется до такой степени, когда у человека появляется, например, инсулинорезистентность, потом это всё сказывается уже на другие системы в нашем организме, а вес — это всего лишь следствие. То есть вес — это когда организм уже не может избавляться от лишнего. То есть когда обмен веществ настолько забит, да, какие-то гормоны сбиты, работа идёт не так, как нужно. То есть по сути организм — это, с одной стороны, очень сложно устроенный механизм, но, с другой стороны, очень простой, потому что там настолько всё функционирует, вот как часы, но стоит вот какому-то маленькому там винтику, как-то там, что-то вовсе. Шестереночки назовем. Да, назовём это так, сломаться полетит абсолютно всё. Поэтому вес — это всего лишь следствие, это не причина. Причин может быть очень много, вот. И что касаемо питания, тем более. Например, когда я начинаю работать, да, с клиентом, я в любом случае смотрю дневники питания, как вообще он ведёт свой образ жизни, чтобы понять. Что это такое — дневники питания? Дневник питания? Это дневник питания. Как-то ты поелся, писал? Да, поелся. Что этим занимается? Ну, реально люди делают такое? Конечно. В простой жизни? Да. Те, кому это нужно, да. Особенно вот у кого есть какие-то проблемы, да, и нужно выяснить, от чего это зависит, что к этому привело, да, как раз-таки докопаться до причины, то да. И на самом деле вообще это потом входит в привычку. Это такая хорошая привычка, я бы сказала. Тем более не обязательно же записывать, можно фоткать там, фоткать. Да, например, клиенты фоткают, отсылают мне на проверку, я уже сама расписываю, как мне нужно записываю. У тебя личка забит в мину. Да, да. А что делать? Это типа захотел что-нибудь выставить в Инстаграм, так я сегодня нигде не была, а вот это там, Екатерина была в рейстике. Ну нет, так нет. Вот смотри, задача нутрициолога какая первостепенная? Я так понимаю, не похудеть, а именно здоровый образ жизни или что? То есть базово вообще, какую задачу и проблему ты решаешь? Вообще всё зависит от человека. Я? Ну, это как профессия. Если я говорю лично за себя, да, то, конечно, моя главная цель – это помочь раскопать какую-то причину, да, связанную со здоровьем. То есть для меня вес – это всегда причина, и это то, что пойдёт приятным бонусом на убывание, да, в процессе того, как мы будем корректировать питание, формировать новые привычки и вообще преображать своё здоровье, свой внешний вид, внутренний и так далее, и тому подобное. Вот. Похудение тоже, конечно, имеет место быть. Но в любом случае ты, мне кажется, если правильно питаешься, в человека превращаться. Да, да, то есть это необратимый процесс. А как правильно питаться? Вот в двух словах просто. Я понимаю, что у всех по-разному, но как-то базово. Какие продукты можно есть, какие нельзя есть. Ну, во-первых… Что там утро можно есть, что вечером. Там, как некоторые говорят, фрукты нельзя вечером есть. Ну, это правда, нет? Ну, фрукты вечером, конечно, нежелательно есть, потому что после примерно 17.00, ну, к вечеру, да, обмен веществ в нашем организме, он замедляется, то есть ферменты уже в достаточном количестве не вырабатываются, и поэтому организм уже больше такое в полуспящем режиме, скажем так, находится, и любой фрукт, а любой фрукт содержит сахар, это будет откладываться. То есть такая, например, тема, да я вечером ничего не ем, но я поела фруктовый салатик. Нет, лучше бы ты шашлык поел, знаешь, вот лучше такого рода. Ну, по логике, да. Да. Вот. Ну и вообще, что касаемо фруктов, 20-30 грамм – это норма фруктозы в день. Это примерно 2 фрукта в день. Всё. Этого достаточно для здорового человека, для того, чтобы получить необходимую клетчатку и необходимое количество фруктозы. Не надо обжираться там перед Новым годом, да, килограмм мандарина. Где-то, может быть, лучше. Четыре банана там – это много, наверное? Ну, как бы да. Да. Вот. Что касаемо каких-то базовых принципов, конечно, каждый приём пищи, он должен быть в первую очередь сбалансированным. То есть белки, жиры, углеводы должны содержаться. Вот. Все три компонента, они должны быть вместе. И вообще для здорового человека, чем больше клетчатки, это овощей и зелени, тем лучше. Вода. Вода всему голова. Да? Да. А сколько её надо? Ну, каждого по-разному. Есть базовые нормы. Это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Вот. Записываешь. Это такая самая вот минимальная норма, которая нужна каждому. Ну и то, это тоже, знаете, как сказать, когда ты занимаешься питанием, наверное, как и в любой сфере, всегда есть в чём совершенствоваться. То есть, например, я вот знаю, что, в принципе, у меня чистый рацион, да. Я, например, слежу за количеством воды, и я начинаю следить за его электролитным балансом. Так, что это такое? То есть, в мере pH, какой у него потенциал у этой воды, отрицательный и положительный. То есть, я уже слежу за качеством воды, которую я пью. Не за нормой, а именно за качеством. Например, я ем много клетчатки, то есть, клетчатка составляет примерно, ну, 78 из рациона моего. Обязательно. Каждый день я без этого жить уже не могу. Как я это могу усовершенствовать? Я проращиваю. То есть, я занимаюсь проращиванием каких-то продуктов. Думаю, у тебя растут эти микрозелени, да? И микрозелень. То есть, если это бобовые, это не просто бобовые, это пророщенные бобовые. Ну, то есть, всегда есть в чём совершенствоваться, на самом деле, поэтому главное с чего-то начать и, да, наверное, вообще понять. И разогнаться можно куда-нибудь. Вообще. А вода, ты говоришь, электролит, не электролит, как ты это делаешь? А, вообще-вообще. Может, у тебя есть уже вода проверенная, которая не электролитит? Это на самом деле тоже, знаешь, такое палка двух концов. С одной стороны, легко, с одной стороны, просто. С одной стороны, вы можете купить вообще любую воду и отнести вон сэнпидистанцию, проверить. Но я таким как бы не занималась, честно скажу. У меня нету до этого времени. Да, можно пойти в аптеку и купить ПАЖ-полоски. Можно заказать эти ПАЖ-полоски, измерить, и там всё будет подробно написано, потому что разные есть фирмы, разные производители, и всё будет ясно-понятно. То есть ты за ководичку окунаешь, смотришь, нормально-нормально. Да. Хорошо, вот ты какую пьёшь, ты какую-то покупаешь, чтобы мы сейчас убили. Я не покуп... Ну, как сказать, я, бывает, я, конечно, покупаю воду, например, различные минеральные воды, донат с магнием, различные аптечные минеральные воды. Но дома я пью фильтрованную воду. Странно. Ну, как с крана, с фильтра. Ну, изначально он с крана же приходит? Ну, изначально всё с крана приходит. Ну, да, ну, то есть это нормально. То есть вода чистая с крана? Ну, да, конечно. Но здесь уже тоже вот... Насколько ты крэйзи, да? Как бы... Так я вот и спрашиваю. Я пока нормально держусь, но я к этому иду. Потому что на самом деле есть различные домашние фильтры, в которых уже заложены минералы, которые очищают эту воду, настаивают её, да, и она становится минералообогащённым. Есть даже бутылочки, которые можно купить, и в каждой бутылке есть такой фильтр небольшой, тоже с этими минералами. Ты наливаешь воду, она полчаса стоит, заряжается, и ты потом это пьёшь. Я видел у бабушки, знаешь, банки трёхлитровые, цепочки серебряные. Да. Такая же история? Ну, типа того, да, но это больше, типа, знаешь, уже современные, там различные составы, различные минералы и всё такое. Она же с крана уже никакая идёт. Вот поэтому и тратят нормальную сумму денег для того, чтобы покупать эти вот очистители, минерализаторы, для того, чтобы следить что-то и пьёшь. Потому что, например, магазинная вода, ну, там, 70-80%, ну, как бы нет. А вот бутылированная вода привозят все доставочки? Бутылированная вода? Тоже не есть нюансы, потому что вообще, как бы, мы же люди пластикового поколения, да, то, что набрали там откуда-то, типа, талая, не талая, из-под крана, но она там была талая, типа, да, она ещё какое-то время стоит в пластике, и вот это вот всё соприкасается, тоже не есть хорошо. А талая вода — это круто? Просто я сейчас объясню, у меня один знакомый, мы как-то давно общались, и он прям делал вот этот, замораживал воду с крана, потом её размораживал и пил, и он такой, «Вот это самая крутая, ну, типа, полезная талая вода». Я такой, «Окей». Талая вода будет считаться, если она стала талой на горе какого-нибудь Алтая, то да, а если это из-под крана, то, ну, какая она талая-то? Чё, так не работает? Да нет, конечно. Как она может быть талой? Ты зря это делал. Ну, странно немножко. Ну, я прям видел. Я понимаю, и я знаю, это распространённый тазик, чудесно. Прям тазик, ну, там такой глыба лежала, он её походу там в морозильнике, она оттаяла, он её пил. Отдельный морозильник купил просто такой, да? Такая не это, да? Нет. Нет. Лучше просто тогда следить за нормой воды, начать хотя бы с этого. Вот, а потом уже углубляться. Ну, знаете, каждый выбирает для себя правильно. Есть на самом деле куча исследований научно подтверждённых, которые длились очень много лет, поэтому нужно в первую очередь изучать именно такую информацию, а не просто гуглить, там, талая вода, как её приготовить дома, да, в домашних условиях. Естественно, что пользы от этого никакой не будет. Так, давай, знаешь, какую простимую задачу? Вот, я, допустим, в моём лице, зрители, все остальные, я вот пришёл к тебе, и я такой, типа, вот, мне надо похудеть, или, типа, мне здоровая пища. Как это происходит? Что, ну, что я получу от тебя? Ну, как это вообще, что это? такая, типа, ешь зелень, или как? Да, прикольно было бы. Ну, на самом деле, конечно... Я просто хочу простым языком, чтобы люди поняли, что это за профессия и как это происходит, в жизни. Как это происходит в жизни? Вот я пришёл к тебе, здрасте. Привет. Я вот услышал у знакомых, что если вы, вы мне поможете похудеть. Именно похудеть. Ну, смотри, мы с тобой в первую очередь... Я не настолько умный, чтобы там... Это следующий уровень, наверное. Вот. Я на начале. Да. В первую очередь, мы вообще должны, конечно, посмотреть, да, на состояние твоего здоровья, да, то есть есть какие-то моменты, которые тебя беспокоят. То есть мы обсуждаем вообще, как у тебя дела, как дела у твоего организма. Нормальные дела утром беспокоят. Что беспокоит, что тревожит. То есть ты заполняешь анкету колоссальную сейчас уже на данный момент. Одна с каждым годом растёт, да? Да, она растёт не с каждым годом, она растёт с каждым обучением, скажем так, потому что чем... Ну, как бы ты постоянно учишься, постоянно прокачиваешь свои знания и понимаешь, что вот это вот ты тоже хочешь узнать от человека, вот это вот тоже необходимо. То есть изначально я собираю конкретный полноценный анамнез о тебе, о твоём теле, о твоих привычках, о твоём вообще режиме, распорядке дня, ночи, чем ты занимаешься, какой стресс у тебя в жизни, да, то есть что происходит, чтобы посмотреть с точки зрения гормональной, да, системы. Это тоже очень важно. Вот опять-таки дневник питания. Если ты хочешь пойти глубже, да, я советую делать это всем, и это делает... Практически каждый это делает, то есть это лабораторная диагностика, анализы, которые напрямую показывают, что у тебя происходит и что нужно именно тебе для того, чтобы... А знания за какие? Которые мы в поликлинике сдаём или какие-то они специальные? Ну не в поликлинике, в поликлинике мы ничего не сдаём, скажем, да. Сдаём по утрам, носим там на коробочке. Мы сдаём в лабораториях нормальных, да, да, кровушку, и не только кровушку. То, что показывает и отражает работу нашего организма, какие у нас есть дефициты, в каком состоянии находится наш желудочно-кишечный тракт, для того, чтобы составить индивидуальные рационы, индивидуальную программу питания, чтобы это было стопроцентное попадание для твоего организма. Вот. То есть на основе анамнеза этого всего, на основе анализов... То есть ты смотришь, что там хватает, что не хватает. Да, абсолютно всё, абсолютно всё, и на основе этого я уже составляю и рекомендации по здоровью, рекомендации по образу жизни, и рационы, и меню, и всё, что хотите туда. Вот. И ты воплощаешь это в жизнь. А многие... Вот главный вопрос. Многие реально воплощают это? Многие, да. Ну, это вопрос расставления приоритетов. Кому это нужно, тот это делает. Кому не нужно, находит тысяча отмазок, что... Как обычно. Как обычно, да, всё как обычно. Поэтому я работаю в два направления. Либо как бы самостоятельная работа человека, то есть я всё составляю, и человек это реализует самостоятельно в жизни. Либо это конкретное сопровождение, то есть минимум пять недель мы работаем, вплотную, каждый день я контролирую человека, то есть поддерживаю. За пять недель, мне кажется, если он всё делает, организм 100%, да, и всё обменяется? Да, 100%, но это как раз-таки вот, например, подходит людям, либо у которых ситуация прям такая со здоровьем, очень интересная, да, когда тебе нужна, ну, прям реально поддержка там по нутрицептикам, ну, то есть конкретно нужно следить. Вот, либо люди, которые знают, что, ну, не получится у меня, поэтому есть такие, кто говорят, блин, нет, давайте сразу на сопровождение, потому что один я или там одна не справлюсь точно. Самый главный вопрос, как пережить праздник? Майонезы, вот это вот, ну, майонезы. Научиться относиться к этому по-другому, в любом случае всё начинается с головы, то есть праздники, они никогда не закончатся, да, дни рождения, они никогда не закончатся, это всегда будет... Алкоголька? Алкоголь? Сразу же, да. Ленишка? Да, любой алкоголь – это сахар, а водка – это глютен. Вот, поэтому... Так, и что мы выбираем между сахаром и глютеном? Что тебе больше нравится? Для здоровья что полезнее? Да ничего не полезно. Ничего не полезно, но... Хорошо, минимальное зло. Минимальное зло, ну... Врачи говорят, пей водку. Они говорят, не пей эту всю дрянь. Ну, шампанское однозначно нет, особенно там боски, в которых... Что там? Просто что там увидели состав? Это же кошмар, там, е на е на е на е на е, е-е-е-е, и оно нескончаемое. То есть, ну, я имею в виду е-добавки, вот, очень много всего. Поэтому, ну, либо, да, это какой-то более-менее натуральный продукт, либо это очень какое-то дорогое шампанское, в котором только сорта винограда, да, и ничего лишнего, то есть какой-то брюд. И всё. Но и то, если рассматривать это с точки зрения нормы, да, нутрициологической, то норма, позволенная алкоголю в неделю, это бокал вина, вот. А там ты уже решаешь сам. Но есть же такие люди, которые там сегодня гульнули, а завтра в спортзал пошли. Поэтому это тоже дело выбора. Алкоголь это не есть хорошо в любом случае, потому что что алкоголь делает, в первую очередь, он отравляет наш организм, да. Когда мы пьянеем, это значит то, что организм уже отравлен. То есть там происходит конкретная интоксикация. Нужно учиться работать с головой и сублимировать на чём-то другом, да, абсолютно. Направлять свою энергию в какое-то другое русло или получать удовольствие от чего-то другого. Вот и всё. Расскажи, есть, как ты называешь клиент или как люди, которые к тебе вращаются, какой-то случай, который там либо, ну хочется, наверное, похудел, мне это больше забыть. Или наоборот, выровнял там, здоровье поправил. Есть такие? Конечно. Такой яркий такой-то. Ну, абсолютно, ну, все, кто держатся. Все, кто держался, да. И все, кто берутся, абсолютно все, у каждого свои результаты. То есть если это касаемо, например, анализов, там, у кого есть там инсулино-лептино-резистентность, естественно, она снижается или проходит. И вес это тоже как бонус. То есть всё зависит от того, какое количество веса, да, у тебя лишнее. То есть, естественно, если ты там, например, за 60 весишь, то девчонки есть, кто за месяц по 8-9 килограмм сбрасывают. Это очень много. Это очень много. Но это очень быстрый ответ организма, понимаешь? Это действительно... А он такой... Да, на самом деле, вот, как бы то ни было, насколько бы мы не загаживали свой организм, а делают это абсолютно все, но мы живём в таких условиях, у нас ни экологии, ничего нет, да. Вот сейчас выйди на улицу, просто можно ужаснуться от всего происходящего. Да, поэтому как бы это неизбежно, именно это слово, да, и то, что с нами происходит. И когда мы как-то меняем свой образ жизни, меняем свои привычки, особенно пищевые, организм очень быстро адаптируется и отвечает нам. То есть, привет, всё хорошо. Тьфу! Да, да, прилив энергии, да, прилив сил за счёт того, что выработка гормонов, да, и ферментов в организме, она начинает идти по тому пути, по которому и должно было быть. Скажи, вот, допустим, если день, завтрак и ужин, что, нельзя ужинать, да, поздно? Ну, нужно ужинать. Ужинать примерно за 3-4 часа до сна. А это нормально? Конечно. Голодными нельзя ложиться спать тоже, потому что в вечернее время, да, в ночное у нас тоже выделяются гормоны, и жизненно важные, жизненно необходимые. Ни в коем случае нельзя, чтобы организм как бы пребывал в стрессе. Грустил, голодный грустил. Да, просто опять-таки нужно выбирать то, что мы едим, да, чтобы это был не фруктовый салатик. Вот, например, можно сказать, завтрак вот это овощи, и вот яичница, это нормально, тем? Конечно. Да, это же белок, яичница, это прекрасно. Яйца вообще-то очень хорошо, они полезны. Особенно если из домашнего хозяйства, да, то есть это вообще классно. Ну, допустим, завтрак, давай. Простой, такой стандартизированный. Понятно, каждому своё? Ну, давай так, я свой расскажу, например, более-менее стандартный завтрак. Давай, это фуа-грая сейчас начнётся. Что? Нет, нет, например, это вот у меня чашка, в неё есть салат, то есть листовой салат, там, огурцы, помидор, там, я не знаю, болгарский перец, очень много зелени, там, петрушка, укроп, кинза, то, что вот я люблю. Обязательно какие-то семена, либо лён, либо чай, обязательно столовая, там, ложка масла нерафинированного, в основном-то авокадо, либо это оливковое масло. Салат приготовила, всё, убрала его, да. Шток салата, это у нас клетчатка, углеводы, да, всё супер. Косарь. Ну, нет, нет, мы их убрали, ладно. Мы ещё должны... А, и жиры, соответственно, масло, да, которое у нас идёт... Масло я когда-как не беру оливковое, оно постоянно невкусное. Ну, что значит невкусное? Ну, прям невкусное. В ресторане вкусное где-нибудь, а тут невкусное. Ну, потому что нужно добавлять какие-то специи для того, чтобы подчеркнуть вкус, то есть тот же самый лимон, лайм, различные специи. Нужно просто немножко со вкусами, да, как сказать... Играть. Играть, да. И тогда всё будет хорошо, потому что в ресторанах... Ну, в ресторанах много чего добавляют, вот, нужно быть откровенными, поэтому уже не знаем, из-за чего именно там так вкусно. Вот, потом, например, два яйца, либо отварных, либо это яичница, либо это скрэмбл. Всё. Для меня этот завтрак... А ты чай пьёшь? Да. Чай нормальный, Тим? Какой... ну, смотря какой чай... Чай кофе, вот, святое. Давай, смотри, в любом случае всё, что в пакетиках, это, ну... Ну, да, да, да. То есть в любом случае лучше заваривать травы, которые, господи, продаются абсолютно везде, летом их можно взять, насушить и пользоваться ими целый год, да, различные чибрецы, там, я не знаю, мята, господи, всё что угодно, да, вот эти вот наши бабушкины наборы, которые передают. И ван-чай, это вообще супер тема. То есть всегда есть чем заменить. Пуэр, зелёный хороший чай. Нормально мы так с ван-чай на пуэр перескочили. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Белый чай, да, зелёный чай, всё супер. Мачт, в конце концов, есть такой японский чай, но он не всем заходит. Поэтому, если сравнивать, да, опять-таки, сегмент какого качества этот чай, то есть, вот, не магазины пакетированы, это однозначно. С кофем та же история, да. Кофе полезно или нет? В кофе однозначно есть полезные вещества, конечно, да и в чае есть полезные вещества. Вообще нельзя, нет ни одного какого-то, в принципе, продукта, которого можно однозначно демонизировать, да. То есть, всегда в продукте есть и полезные, и неполезные. И здесь уже зависит от индивидуальных каких-то предпочтений, да, индивидуальных особенностей, я бы даже сказала, на чём мы основываемся в выборе того или иного продукта. Вот. Что касаемо кофе, вернёмся туда. Самое главное – это норма. То есть, не надо лакать этот кофе, блин, целый день, потому что в основном все сколько пьют? Ну, сколько? Четыре кружки, пять. Но это вообще средняя норма, это абсолютно. Ну, максимум два раза, лучше один. Вот. С утра? Да, ну, с утра, ну, с утра можно, но только после завтрака, потому что кофе на абсолютно голодный желудок ещё больше повышает гормон стресса, кортизол, который утром у нас и так повышен, потому что всю ночь он активно работает, он следит за деятельностью нашего организма. Когда мы просыпаемся, есть такая рекомендация завтракать первый час-полтора часа после пробуждения для того, чтобы стабилизировать свои гормоны. Тебе они такие, всё, мы поели сыты, спокойно, спокойно, мы типа покушали, всё будет хорошо, день удался. Да. Вот абсолютно именно так, именно такими словами, всё хорошо, ты позавтракал, и потом через 10 минут, пожалуйста, пей кофе. Вот. Ну, не на голодный желудок. У меня сразу с другой стороны вопрос. Муж, дети есть? Да. И как дома, это в семье всё это проецируется? Прекрасно. Ну, есть, конечно, ну, как сказать, в общем, прекрасно. То есть мы едим там на пару, в духовке, всё нормально. То есть я же рулю, готовлю же я, понимаешь? Одеваться некуда, да? Ну, они это любят, но как бы я стараюсь, я считаю, что я в этом плане прокачана, я очень вкусно готовлю, без ложной скромности, да, и как бы с этим всё нормально. Вот. Ну, естественно, у детей, с детьми гораздо сложнее, потому что всегда им хочется какие-то вкусняшки, особенно вот когда ты в таком возрасте, когда ты можешь взять деньги, пойти в магазин, да, и купить сам себе всё, что ты хочешь, ты не понимаешь, почему тебе этого дома не разрешают. Ну, вообще дома крепко с детьми или нет, по этому поводу, или как вообще? Ну... Типа запрещаем, не запрещаем, там шоколадки, мороженое. Ограничиваем. Мороженое можно есть? Вот я ем очень много шоколада и мороженого, ужасно много. Состав. Какой состав у этого мороженого? Вот именно, потому что там везде практически в мороженом пишется там молоко, да, там цельное молоко, на самом деле это вообще неправда. Практически все делают молоко, это микс, то есть такой сухой порошок, который восстанавливают, с водой смешивают, и это превращается типа в молоко. Вот, из этого делают молоко. Я не знаю, кто делает молоко из молока. Ну, то, ой, молоко, ну, понял. Ну, мороженое из настоящего молока, и сколько бы оно стоило вообще? Ну, да. То есть сразу понятно, что, наверное, это хороший продукт. Может быть, знаешь, вот я помню, что в Турции мне нравится очень вкусное мороженое на козье молоке. Ну, там ты когда ешь, ты понимаешь, что там твои вкусовые рецепторы просто сходят с ума, потому что там настолько всё натурально, да, мне аж прям... Блин, когда закончится эта пандемия, да, этот ужас. Мороженое ждёт меня. Мороженое ждёт меня, да. То есть всё упирается в качество продукта и состав. Вот, естественно, если ты ешь этого много, то ты много чего ненужного и лишнего, да, сохраняешь в своём организме, потому что в любом случае есть эффект накопления. То есть одно дело, когда ты съел одно мороженое, там, я не знаю, в неделю, в две недели, то ли ты там каждый день это ешь, ну, понимаешь, да, в любом случае всё. А витамины? Витамины полезны, не полезны? Смотря какие витамины, конечно. Е, Д, там, В. Е, да. Их так много и витаминов. А что лучше, по отдельности? Ну, вообще, как бы это полезно, не полезно? И лучше это мультивитамины пить или по раздельности? Это очень полезно. Помимо того, что это очень полезно, это очень необходимо абсолютно каждому организму, потому что что мы едим, да? То есть, по сути, витамины, минералы, там, различные микромакроэлементы, откуда мы получаем? Из пищи. Соответственно, мы сразу должны анализировать свой рацион и понимать, да, с какого продукта мы получаем эти витамины. Если мы не едим, там, овощи и зелени в достаточном количестве рыбы, то просто, ну, там, 70% ты уже можешь предположить, что ты находишься в дефиците. Однозначно. Да, учитывая особенно, ну, там, географические особенности нашего проживания. Поэтому допинговать себя витаминами нужно, и, естественно, нужно обращать внимание, опять-таки, на качество витаминов. То есть, когда я часто вот в аптеке слышу, дайте мне какие-нибудь витаминчики там, что-то у меня с волосами не то. Это не работает? Да, конечно, не работает, потому что самое главное, опять-таки, это состав. То есть, в каждых витаминах написан состав, в какой форме находятся витамины. В активной, неактивной. То есть, в основном, например, аптечная история, особенно, когда это поливитамины, во-первых, там витамины находятся в ничтожных дозировках, которые абсолютно бесполезны. Потом, в неактивных формах. То есть, ну, как бы... Ну, это просто дорогая моча получается, что ты пьёшь, а у тебя это всё выходит. Вот и всё, как бы, ну, нет никакой пользы, а работает это в первую очередь, ну, как бы, на уровне головы, да, и самовнушения, то, что... А вот я пропил курс поливитаминов, очень классных, и стоят они там 5000 рублей, купите, пожалуйста. А ещё есть такая интересная вот история. Мне недавно клиентка тоже прислала комплекс витаминов, и в этом комплексе есть витамины-антагонисты, то есть, которые... Не стыкуются друг с другом. Да. И они в одной коробочке, да? Это беда же. Это беда, да, вот именно поэтому тоже нужно, конечно же, желательно, да, обращаться к специалисту для того, чтобы витамины были подобраны, ну, максимально индивидуально. Потому что, например, даже того же самого магния, их очень много форм, вот. И какое нужно конкретно вам, нужно выбирать. Идеально это, конечно, смотреть из результатов анализа, для того, чтобы это было, ну, просто 100%... А анализы какие надо задавать? Вот чтобы мне пойти, или их индивидуально? Как, или это коммерческая тайна? Это не коммерческая тайна, но это тоже всё подбирается индивидуально, исходя из твоего запроса, ну... Не, ну базовый. Человек сейчас посмотрел такой, так, вот у меня есть там деньги, я пойду узнаю, что у меня есть. Да, базовый это анализ крови, да, с ликоцитарной формулой, это биохимия развернутая, это обязательно витамин D, это ферритин, инсулин желательно бы, конечно. Капрограмма КАЛА обязательно, очень информативный анализ, который показывает работу вашего желудочно-кишечного тракта. Вот. Ну это, скажем, пусть это будет базовое, потому что можно разогнаться вообще. Я понял. Ну типа если вот это то, что ты перечислила, прийти в клинику, позвонить, спросить, есть ли это, пойти сдать, и ты уже там, ну что-то будет, там же видно всё равно плюс-минус. Конечно. Ну даже простой человек градацию видит где-то. Нет, простой человек видит градацию, но как раз таки в эту градацию никогда не стоит смотреть, потому что эта градация называется референс. Референсы, они очень большие. Почему? Потому что изначально, например, когда открывалась лаборатория, и они тестировали свои анализы, да, допустим, было тысячи человек, женщин, мужчин, среди которых бабушки, дедушки, дети, люди среднего возраста, да, там, пожилого возраста, то есть разный пол, разный возраст, разные болезни. Кто-то здоровый, кто-то вообще онкобольной, да, то есть при смерти, то есть различные случаи. И уже из этого и формируются референсы. Но это не значит, что это показатели здорового человека. Показатели здорового человека изучаются отдельно, и именно на них я в первую очередь обращаю внимание. У меня они есть, да? У меня они есть. У тебя. Я понял, я проецирую. И поэтому придёте ко мне. Да, да, именно так. Здорово. Спасибо, что пришла к нам в гости. Поделилась вот этим всем. Может, кому-то будет полезно, но мне точно полезно. Блин, всем здоровья. Спасибо. Да, самое главное. Тебе успехов, обучения, что больше людей ты внесла эту радость, худобу и здоровье. Спасибо, что позвали. Пока-пока. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok